Останье сегодняшнего дня, Best of 3 серия G2 против команд Luminosity Gaming, как вы знаете, в рамках Dreamhack, 100000, Valencia и бла-бла-бла. С вами Crystal May, Миссия Слипом и бла-бла-бла. И Демираж. И Демираж, да. От команды Luminosity Gaming, потому что Dust2... Салют. В общем, я рассказал про план еще на предыдущей карте. План был таков. G2 максимально выкладывается по всем силам и возможностям на данной карте. Потом, ну, в смысле, и проигрывает ее с отсчетом 16-14. И этот план реализован. Из-за того, что они очень серьезно устают, они проигрывают Демираж и вылетают с турнира. Это план. Какова реальность будет? Я не знаю. Потому что сами прекрасно знаете, что реальность, она не всегда близка к тому, что у нас есть. Но у нас есть одна важнейшая реальность, которая исполнится прямо здесь и сейчас. А, конечно же, наша горячая штучка, без которой игры были бы не настолько жаркими, вкусными и сочными. На самом деле, я очень хотел бы, чтобы эта игра была так же сочна, как и Dust. Потому что там было много впечатлений. Интересных моментов. Да, было такое. И вот он, пистолетный раунд. Между командами Джетой Спорта и Люминосити Гейминг. И Елл просто Молик взял, и хорошо ему. Ну, и, соответственно, смог, и Дефьюз Киты взял Боди. Ему тоже, наверное, неплохо пока что. Кенни получает ПХП. Отходит назад сразу же Экзистенс. В упор становится. Понимается, что нужно под Эдварда уходить, иначе он будет погибать. Некис взрывает Кенниса. Так, до свидания еще и по Смитсу. Пистолетный раунд постепенно отходит в сторону Люминосити Гейминга. Только три человека способны помешать этому. Остались в трою, и их строй, честно говоря, настолько неровный, сколько это возможно. Они даже не близко друг к другу. И позиции не то чтобы нелакомые. Позиции очень и очень сложные для французов. И Боди тоже погибнет. Для Минансити возьмут себе первый раунд. Они могут сейчас претендовать на первую тройку. А я уже говорил, да, что при проигранной первой карте уже может сработать тот самый триггер, когда они просто заливают вторую, тупо не успев опомниться от поражения на первую. Но они все-таки профессионалы и должны показать борьбу. Должны показать борьбу согласно. Как говорил один великий, мы не боролись, мы играли. Знаешь, что я сказал? А вот не скажу тебе. Станислав Черчесов после окончания выступления российской сборной на чемпионате мира. Вот так. Ну, а еще он сказал после... Он же Станислав. Да, Стас. Ну, все, все. И, соответственно, потом он сказал еще после одного матча, что «Ребята, не пишите ничего, я сам в шоке». Вот такое тоже было. Ну, немножко и по-другому. Смит! Смит! Напомни, Смит! Ты умираешь! Ладно, можно дальше не просыпаться. Хорошо, все хорошо. Лукас. Убивает Смитса. Шокс. На стеррес выйти не может. Смоки хорошие от комодренности гейминг. Погибает Кенни. Шокс, Эзистенс, Бадди остается. Бадди не остается. Они вдвоем вот здесь. И вот там. И вот Экзистенс там. Легендарный капитан Экзистенс. Пум! 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 Нормально. Но от Некиза отлетел. В итоге. И кулачки отбивают ребята из команды Лимнасти Гейминг. Третий раунд от команды G2 Sports не будет представлять особо, наверное, ничего интересного. И Буфулека. Должно быть именно так. То есть вариантов особо вообще никаких больше нет. Пакет из трех раундов LG обязан на себе брать. В данном случае. Экзистенс, правда, флешку купил. А, кстати, от Шакса еще Диггл. Это важно понимать. Флешку мне нравится. Может быть, убьют кого-нибудь. Стил на миде. Хаешки полетели. Малеки тоже. Ну, знаешь, я могу сказать только одну вещь. Стакаться пятером на Апленте это хорошая мысль. Если у тебя нет девайсов. То есть какой-то шанс иметь. Кстати, хаешка шикарно сработала. Я не видел, что она сработала. Я просто угорел. Это контрстрайк. И, как говорят дэвы, это лучший вариант, который работает. Хае. Мы пробовали разные. Я не знаю, как комментировать Хае в CSGO. И каждый раз я просто не знаю. Ну, то есть я знаю, что и аналитики, и комментаторы англоязычные, и коллеги наши очень много угорают на эту тему. Окей, если тебе интересно, тебе интересно. Потому что я раньше в контрстрайке 1.6 сделал карты. В редакторе Battlehammer он, по-моему, назывался. В общем, это было 350 тысяч лет назад. Я уже не помню ни черта. И есть невидимые пропсы, которые от Лесинок особенно бывают. И как раз это все может закрывать Хае. Просто я не понимаю, почему их не сделать плоскими, рампообразными, грубо говоря. Потому что это реально вообще. Вот игры сделать. Это прям реально-реально. Но вот не получается. Хорошая хаешка согласен. Так вот, мы продолжаем. Кенни погибает уже от Хенни. Это, кстати, девайс на раунд. Если вдруг от команды Штой Спортсмит, Сачек, Ролик, ты умираешь тоже. Пожалуйста, проснись. Можно уже сейчас Экзистенс. Убил тоже двух зайцев нормально, Стил и Хенни. Ну, бомба была поставлена. И самое прикольное, это, конечно, Лукас. У него позиция овер-овер сильная. Особенно, если под него сыграет тиммейт. Не у Лукаса, прошу прощения, Некис. Потому что он заходит через спину. Да, вот он, вот он, Некис. Можно вообще на главный даже поставить. Вот заход, заход постепенно. Никто его не считает. Потому что, ну, как можно так прочитать? Это минус два, от него нет. Нет, только минус один. Но этого более чем достаточно, чтобы выиграть в этом раунде. G2 проигрывает первый девайсный раунд. И у меня серьезное подозрение, что и второй девайсный тоже отправится туда же. Пока мы подождем. У нас будет пятый раунд. Это будет пистолетный полубай. Должен быть от команды G2. Ну, а с чем проблема первых девайсных, да, на защите постоянно? У тебя не хватает моликов, у тебя не хватает дефискитов, у тебя не хватает АВП. И это все складывается в одну большую картину, что тебе нужно хорошо перестреливать. Но если ты по стрельбе проседаешь, как мы это уже видим на протяжении второй карт подряд, то у тебя остается очень мало шансов на первом девайсном. На втором девайсном намного больше. То есть с отчета 5-0 можно начинать камбетчить. Взять нужно будет, правда, серию раундов, что, конечно, будет определенной проблемой. Ну, сложно, согласен. Пистолетный полубай от команды G2 Sports без арморов, потому что ребята понимают, что на девайсах реально нужны молики, зажигательные гранаты, контртеррористические и все остальное. Стил погибает от Кенни. Кенни просто из-за забил здесь. Оппонент Неккес должен уходить, ушел вовремя, потому что нельзя здесь умирать. Вы и так в меньшинстве. Смит, все-таки Лука Смитс, доел. Доел экзистенцию Кенни, опять делает тело, уже сдегла. Шрап молодец. Здесь пытается работать настолько, насколько это возможно, и делать экономический уровень оппонента. Шрап погибает, остается Шокс. А, по-моему, ну-ка, Ахи не может отъехать. Хороший Шокс. Да, во, 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 прям красиво. Очень хорошо. Лука Съел остается вдвоем. Шокс с АВП. А может немножко... Или ты дальше пойдешь? От Лукаса ты отъезжать будешь, наверное, да? Да. Ничего не скажу насчет этого. Куда ему тоже бежать было, тоже непонятно. Но, наверное, это был единственный вариант. Ну и прекрасно. И вот теперь, друзья, если G2 не забирают два раунда к ряду, то начинаются серьезные проблемы. И дело не в счете. Дело, конечно же, в морально-экономической составляющей. Потому что, первое, нужно сейчас тащить. Потому что есть АВП от Кенниса, есть нормальное количество раскидок, есть молики, дифус-киты. И этот раунд является крайне важным. И поэтому поставлена была пауза. Есть какая-то сейчас информация. Возможно, будут поджимы от G2, возможно, наоборот, сыграют дефолтом. Я бы, на самом деле, попробовал дефолтом сыграть. Потому как у вас будет нормальный бай. И знаете, что я считаю? То, что главная проблема этого чемпионата в том, что прекраснейшая прическа Экзистенса немножко притупляется при помощи наушников. И надо специальный какой-нибудь, знаешь, эдишн наушников для Экзистенса, чтобы его вот этот вот нереальный хайр стоял грамотно. Это немного не так работает. Суперлак. Нет, Суперлак, это понятно. Все равно вот эта штука, она, ну, преломляет. Душки, душки. Дил, вышел, вышел, но не до конца. Шокс вместе со Смитцем все-таки делают 2 кила. И это фейк, друзья. Это фейк от Луминосити. Три человека, на самом деле, идут в Бэпленд. Скини словит одного. Ну вот он, вот он тот раунд, который G2 обязаны брать, как я уже и говорил. Но что иначе, было бы совсем туго. 2 в 4 ситуация. Два братья Телес, кстати говоря. И посмотрим, что здесь сделают. Опа, ножки. Нормально, Лукас. У, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Видел, ты видел шорт? Ты видел ножку на шорте? А там еще ножки на шорте были. Или это у нас из-за их строения? И я не очень понимаю вообще, как G2 начинает это постепенно проигрывать. Потому что бомба еще хоть и не стоит, но вот, ну ладно, все. Вот в этой перестрелке решалась половина этого раунда. Хенни в принципе способен был бы сыграть 1 против 2, но 1 против 3 уже не варик. Особенно в связи с тем, что тебя замыкают с двух сторон, а ты находишься не в оптимальной точке. И это 5-1. И еще один раунд надо брать, иначе ты получаешь 6 сет экономики на дефенсе. Это обязательная составляющая мини-камбэка для G2 eSports. Да, со счета 0-5. Все именно так. Будут пытаться это делать. Вторых арморов, кстати говоря, ребят, местами нет. Вообще-то у Гистанца каска за всю команду. А поджим от бази? Ну-ка, 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 ну-ка. Что-то как-то... Это очень большая ошибка от снайпера команды Миности. Он просто не вышел из огня, но Некис хорош сегодня. На протяжении пистолетного раунда, я напоминаю, он вышел и раздал людям. Потом на первом девайсе нам раздал людям. И сейчас здесь показывает 3 килла, но это не помогает пока Миности. Потому что сетция 2 на 2, в которой не читаем Йелл, но сам Йелл в какой-то момент может не просечь тайминг. Например, при выходе Кенниса. Так, так. Да, вот оно, вот оно, то самое. Беда, есть у Некиса бомба. Есть какие-то банки. Ну, то есть, если, опять же, вот вдумайтесь, если G2 проигрывают раунд против челиков, которые сгорают на молике Емиду, стоя на нем, продолжая стоять на нем, думая, что они из него вышли, то я не знаю. То есть, здесь продолжение заканчивается, знаешь. Но я надеюсь, что они все-таки реализуют эту возможность, которую подарил им Хенни на ИКС-25 хп. Надо выходить на плент. Откидывается флажка, откидывается смок. ИС-4 скоро тоже будет использована. Пакет поставит. Абсолютно точно поставит. Прису 700 баксов в своей команде. И там, на самом деле, можно даже бай делать. Сразу же отлетает после этого. Я бы сказал, что сделано все очень неплохо. С точки зрения именно бомбы. Это прям вообще топ-топ. Потому что они сейчас получат и за проигрыш. Опять же, здесь второй подряд. Это 1900 плюс денежка за бомбы в итоге 2700. В итоге у них еще бай. Прямо сейчас, сходу. На этот момент. Некис дает 2 килла. Молодец. Просто хардкорный красавец. Но вот Хенни подвел тем, что не вылез из-за молика. Очень обидный для Некис раунд. Потому что ты просто лучший сейчас и здесь. Вот как раз его показывают. Да специально, чтобы вы заметили, насколько он скастрирован. Живет жвачку и хуба-буба, все дела. 12 сетей, возможно, он живет тот самый детский орбит. За вкусом розовенькости. А, я помню, кстати, что там за вкус. Ну, в смысле, я помню, как он ощущается. Но я помню по названию. Ну, вот это вот фруктово-клубличное. Да-да-да-да-да-да-да-да. Полетели с Маким. Напомню, что теперь карта круто прошивается гранатами сверху. Так, Шокс. Первого. Второго. Вот этот геймплей, который мы ждем от Шокс. На протяжении уже и Кельна, и Дримхака. Но в Кельне его не было. На Дримхаке начало получаться. Здесь и сейчас на Демираже. Да, пока что все так. Так, стил битый. На самом деле, вообще-то, все битые. На Б уже идти совсем никак не стоит. Некез Хаешка получает и больно второе рома распасает. Пытается через деревяху простреливать. Вот где-то вот по пленту пули приблизительно там в плент летят. Но там оппонентов нет. Потому что оппоненты там не стоят. Потому что сами ЖТУ понимают, что нельзя просто стоять под пулями. Таким образом, Кельне взрывает Некеза. Стил и Йелла остаются вдвоем. Вариантов у них вообще-то тоже нет. Ни единицы хипа не было потерянной командой ЖТУ. К слову, здесь третий раунд будет за командой ЖТУ. Пятерку у ЛГ взяли. Кстати, слушай. Тут такой момент. На атаке же. Пятерку взяли и алюминосити гейминг. А атака у них. То есть мне мало слова ужасно. Есть какой-то аналог. Гротескный просто. Гиперболизированный. Вот до 400-450%. Приблизительно. Вот такая вот атака команда выносит. На карте до Мираж. И такой она, в принципе, всегда была. И это уже пять раундов. Что-то как-то об этом я не подумал сразу. А надо было, на самом деле, подумать сразу. И провести параллель. Потому что теперь это становится еще в 35 раз интересней. Ибо буквально для минуносити гейминг. Вот два раунда вы берете. И у вас уже семерка. А вам достаточно. Вот просто за край будет. Потому что на защите они играют в два раза лучше, чем на атаке. Вот в данном случае. Опять же. Слушай, ну надо смотреть. Вот прям интересно стало. Надо смотреть дальше. Мне кажется, LG сами в курсе об этом. Поэтому они в целом достаточно спокойные. Им уже хотелось больше, желательно. Прям совсем задоминировать. Но так не получается. Так и не должно получаться. Команды-то, на самом деле, равны, как нам показала первая карта. Ну да. То есть LG здесь не имеют возможности сыграть там 16-3, 16-4. И мы все прекрасно понимаем то, что какая бы победа в какой бы команде ни была, она меньше, чем 16-10 не закончится. Ну, не должна, в самом случае, по всем предположениям. Диглы в руках у Луминосити. В этом раунде мы видели уже на Додасте 2, как они были реализованы. Пару раундов G2 экономические, антиэкономические сливали с девайсами. И сейчас может произойти примерно то же самое. Шансов на это не так много, но выше явно, чем для статистические темы. Так как здесь Сунс убивает Некиса. Луминосити продолжает подпушивать со всех сторон. Играет супер-дефолт. Один Яма, один Underground, другой апартаменты. С4 постепенно переезжает на С-спауну. То есть все нормально. Шокс хороший хэдшот на Ела. И дальше еще отлетает стил. Лук с Кенни 2 на 5. Давайте, друзья, это играть. Так, ну и остается вдвоем, ребята. Невероятный выход на четвертый от команды G2. Пока что LG полностью потерялись. Вообще-то такая и должна была быть. Lasted 3 consecutive rounds have no dice, или что там было написано. Короче, он не терял жизни на протяжении трех раундов подряд. Это, друзья, мне кажется, рекорд. Have no dice, I suppose. Mr. Dugitry? Что-то я все уже, да. Луминосити на атаке с ВП соло. Есть девайсы, есть гранатки. Контратака ранее от G2 на middle. Still, опять же, напомню то, что экономика в обеих команд не так уж плоха. Особенно у G2 они могут в несколько раундов еще закупаться. Сил, выход от него. Distance, флешка полетела. Очень жесткий зажим попытались продемонстрировать нам G2, но отказались от того плана, решив, что лучше сыграть пассивнее. Команда ременности Gaming. Продолжать пока что все еще живы. Лукас чуть-чуть прям совсем обшарпался, но ничего страшного. Так, на коннекторе было боевое столкновение, но особо ничем не закончилось. Здесь кроссфайр между коннектором и шартом под B от команды G2. И вы прям вот так вот будете выходить, а Кенис не попадет. Ну да, в каком-то смысле это действительно так может тоже сработать. Окей. Сплит на Аплент с коннектором, одновременно ямой апартаментов. И потеря Кениса очень серьезно может сказаться на исходе этого раунда. Главное Смитса здесь убрать. Смитса не получается убрать начало, но инфа по нему получена. 4 хп, до свидания от стила. И меньшинство для G2 при заходе на Аплент. Люминосити должны чувствовать себя просто замечательно. Если минус, что у них нет раскидок, приходится просто телом выходить с телу. Ел тоже вышел. Нет взаимопонимания, нет взаимодействия у LG. Но на то они в принципе и LG, потому что команда собралась только недавно. В нынешнем формате и два человека до этого, напомню, ушли и пришли у нас Лукас вместе с Хеней. Которые только что сделали 2 кила на каждого из братьев. Точнее по одному на каждого из братьев. Шокс тем временем внутри планта, видит бомбу, 18 секунд остается. Ему по-хорошему надо тупо жить, он убивает Лукаса. Таким образом Хеня остается 1 на 1 и промахивается. Как же везет Шоксу, как же дико везет. Как же на дефолт хорошо забрался. Ой, Шаксевич красавчик просто. Пять-пять счет. Не получается LG теперь. Вот прям вот в упор, впритык просто не получается. Но я опять буду повторять и повторять то, что пятерку они взяли. Надо больше. Ну в смысле залазили, но бы больше. Они все равно закупились, потому что у них были деньги. Но это уж точно последнее. Здесь в следующий раз так не получится сделать. Но реально коммуникации буквально никакой. Ее нет вообще. Вместе собраться нет, мы не будем. Причем в громадном преимуществе команда, но нет. Мы просто отлетаем и все. И причем позиционное громадное преимущество. Дело даже не в живой стиле. Смит, кстати, делает open kill по Йеллу. Луминосити продолжает пытаться здесь пропушить. Кидается еще смог. Флешка под Смит. Смит просто доминирует. Здесь три килла от него. Отличная работа от бывшего снайпера команды Titan. Лукас вышел. Да. Да. Ну ладно. 6-5, друзья. Иллюминосити проигрывают 6 подряд. И предыдущий был... Ну, зачем предыдущий был хороший, сильный. С клатч-моментом. Где, на самом деле, намного шансов было больше именно у бразильцев. Но они не смогли его взять. И таким образом G2 сейчас летят на всех парах. Вы видите эмоции, да. Именно уверенность, которую демонстрирует нам Смит. Который доверяет своим тиммейтам. Тиммейты дают ему флешки. Ассистируют. Он старается на максимум. И, в принципе, игра идет у франкузов. В Лукасе вы вообще видите, что делают сейчас. То есть без вариантов, без шансов. Надо брать паузу, короче. LG собирается воедино. Обратно. И да, с одной стороны, 5 раундов на атаке. Это неплохо, если взять X-энергию в этой половине. С другой стороны, можно было бы взять и больше. Да, они как раз хотели бы взять больше. С учетом того, что до них, походу, до самих дошло, что как играли. Чертовски плохо на атаке до Миража. Так, в общем-то, и продолжаем. Но у нас так, опа, 5 раундов. Ну-ка, пошли проигрывать тогда. Что-то прям неправильно как-то получается. Еще один, еще два, наверное. Это вот прям край. Хотелось бы от LG увидеть, но слишком сложно, потому что они вообще потеряли себя в принципе. Здесь вообще физически команды нет. Индивидуально никого нет. В принципе, просто никого нет. Одни призраки. И на Миду ждут возможные поджимы или возможные флешки. Или так далее, и так далее. Тут вот пара как раз была, стояла для того, чтобы дождаться. Достоялось, никого не увидело. Сейчас, скорее всего, LG все-таки куда-то двинут. Вопрос куда? Потому что есть инвестиции под Аплент. Это может быть как люркер, который замыкал Б. Людей, которые перебегали бы на Б, если бы это была атака на Б. Так же, как и основной, в общем-то, атакующий товарищ, если все-таки LG пойдут под А. Но из того, что видно, вроде выходит под коннектор, то бишь под А. 50 секунд. Надо двигаться, но они не хотят. Потому что знаешь что? Потому что есть еще молики, которые можно откинуть. И еще много позиций, которые нужно зачекать. LG решили снова застакаться на А. И на Хенни открывает Аплент. Кенни Ест ничего не смог сделать. Я имею в виду, снайперская дуэль закончилась без даже его присутствия, по факту. На карте он даже не успел выстрелить. Бадди закрыт. Экзистенс тоже потерял собственную жизнь. Бадди там дропается? Нет, он уходит на джангл. И LG заберут себе этот раунд, судя по всему, варианта. На камбэк очень-очень мало. Ел, конечно, хотел сейчас заехать в спину. Но можно было подождать. То есть постановка бомбы. G2 срывается с места. Ты врываешься в спину, и все замечательно. Но тайминги подвели Ел. Он немножко раньше начал свое движение. Ну и желание движения тоже. Шокса и Смит остаются вдвоем. Но здесь под бомбу спокойно будут играть. Ребята с командой длинности гейминг. Лукас продолжает. Шокс остается красиво. Шокс сегодня играет в целом не так плохо. Ришард старается, против трех оппонентов, правда. Один уже на коннектор и выходит. Но бомба, правда, на дефолте. Шокс пытается ее раздепьюзить. Понимает, где находится один из оппонентов. Скрывает ему лицо. Понимает, где находится второй из оппонентов. Нет, не получается. Уже нет времени. Отлетает Шоксевич. Шестой раунд для LG. Тот самый приятненький шестой. Я не уверен насчет седьмого. Тут все очень сложно. У нас же Шоксана показывают. Не было у него здесь вариантов каких-то. Но... Да, да, проиграли Аплэнд. Ну, Кеннис Сарял там, типа, просто и умер. Поэтому у нас не получилось выйти дальше. Глобджи, но вы сами понимаете, тяжело уже, да. Когда играете из-под одного игрока на Аплэнте. Ну, да. Морики полетели в самом начале этого раунда. Заход от Бадди на контрпуш. И Луминасти должны такое читать, потому что уже миллион раз было. Реально, ну что это? Ну что это? Как они это проигрывают? Луминасти регулярно открываются быстро на мидл. G2 регулярно делают ровно то же самое. И каждый, боже, раз. Французы получают из-под этого плюс. И это ненормально. Здесь атака такова. Команда Луминасти Гейминг. В смысле, вообще, такова должна быть. И вот пока реально хаос в головах. Сейчас этот раунд... А посмотрим, что им вообще светит. А ничего, я понял. Окей. И Лукас. Ну, ну давай. Молик горит. Надо подождать. Приятный звук горения молота. Очень нравится. Прям как дрова на датчике. То, что надо. И вот он ждет. И вот минута остается. И Лукас выходит на плент. И вот зайчик-кролик в виде смельца, который Лукаса на самом деле убивает. Запрыгивает на тикетбокс. Делает все хорошо. Первая половина выигрывает за командой из G2. Здесь у Лимнасти Гейминг недостачу денег. На последний раунд это будет лоновый бай, ибо вариантов больше нет. Но это будут пистолеты. И здесь ждать чего-то особенного от ребят из команды Лимнасти Гейминг. Пожалуй, не стоит. То есть, наверное, 9-6. Но это пистолеты опять. Опять я должен удивиться. Нет. Это не должно ничего удивляться. Это должен быть сильным, как ремень. Икзистенц тоже должен быть сильным, как ремень, потому что у него остается 7 хп. Надлежатся. Кенни С дает один кейл по Некису. Лукас сразу же на размене по Инфе. Какая череда серии кроссфайеров от Лимнасти Гейминг. И несмотря на то, что у них пистолеты и Галил в руках, они все равно демонстрируют нам отличнейший контр-страйк, которым у G2 просто не получается ничего. Неужели они найдут седьмой раунд Лимнасти в последнем на первой половине? Шокс вместе с Бадди. Два на три ситуация. Надо идти. Надо отрабатывать на максимум Шаксевичу. Иначе Габелла команда под его руководительством может не выдержать натиска на Аплент. И Бадди делает свой кейл по Йелло. Лукас вместе с Генни. Это два парня-акробата. Это два брата, друзья. Они из одного роддома. И Генни вышел. Среба по Бадди не получилась. Но Лукас остался против двух ло-хпшных. Но бомба не стоит. И камень не горит. И 9-6. G2 все-таки оказались сильнее в окончании первой половины. Неплохо, неплохо сыграно от G2. Но могли и проиграть. Да, было достаточно тяжело. Были моменты, когда могли. Девятку свою взяли. Здесь вопрос в том, что, наверное, все-таки опять плюс один взяли ребята из LG. То есть не просто пятерку, а еще один сверху. Пускай, ну, в каком-то смысле, какой-то скромный раунд, да. Ну, например. Но все равно этого им этого может быть. Может быть, хватит вообще-то. Но мы, конечно, обязательно посмотрим, хватит или нет. И пистолетный раунд второй будет начинаться незамедлительно. Некоторые повторы нам показывают. Limna City Gaming. Атака вообще-то все та же. И как-то вот у них получилось вначале такое поп-поп-поп-поп. Прямо на одной волне. А потом они сами вспомнили, что они играют плохо, видимо. И пошло-поехало. Что со стороны звучит реально безумно странно. Вопрос по поводу последнего раунда. Зачем с пачкой пушит трон? Я думаю, что там просто критическая ситуация, знаешь, была определенная. И не всегда ты можешь принять решение самое грамотное. Решил сыграть на агрессию. Решил вместе с своим тиммейтом отрубить одного. Уже потом разобраться 2 на 1 в большинстве. Такого бывает. И я искал дед дома, да? Я искал дед дома? Я имел в виду родильного дома, конечно, друзья. Не, подожди, ты сказал, по-моему, родильного, разве нет? Да? Ну, не знаю. Возможно, сказал, что там была запара. Не, не, по-моему, родильного. Вроде как. Я надеюсь, что я сказал. Даже если я не сказал правильно, вы все прекрасно понимаете. Но смотри, здесь смоки. И здесь Леноси Гиммк ничего не мог сделать. Бомба будет поставлена на Б команды из Житу. Экзистент. Врывает, немножко получает на кухоньке Бояпарты. Должен умирать Экзистент. Нет, не умирает Экзистент. Догимирает Экзистент. Э, нет. Погибает даже Лукас. Найкес отвечает. Найкес. Ой, ой, ой. О, это Найкес, друзья, знакомьтесь. Несколько пистолетных раундов чисто на его плечах. Если Люминосити выиграют этот чемпионат, то он будет точно MVP турнира. И я просто хотел бы пожать ему руку. И за этот раунд, и за предыдущие. Очень круто. Очень сильно. Очень и очень на грани, я бы сказал. Просто красавчик. Вот они, хедшоты. Один. Второй. И третий. Сладчайший просто. Причем, посмотрите, с каждым новым фрагом у него уменьшается количество патронов, которые он тратит на килл. Первые четыре выстрела было, второй три и последний одним выстрелом. То есть точность и кучность увеличиваются. Хотя обычно наоборот, да, люди начинают с того, что дают один хедшот, потом уже со второго, с третьего, с четвертого там мажут и так далее. Здесь у парня только настраивался прицел. Я искал из роддома, да? Да. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что у меня, папа, вы сказали, что я там не ошибался. Шокс дает первый килл. ЦЗ-ки работают. Вы сами знаете, что это ССГО, ССГО, точнее, оно должно быть оправданно по своему названию. Ел, бывает еще одного, но надо, надо, чтобы хелпа какая-то пришла. Она приходит в лицей Некиса, но Лукас! Не больше. Что ты делаешь? Вот он еще застрял, ты видел? Да, да, да. Застрялся на перезарядке, это Лукас отъезжает. Ой, какие ошибки от Луминосити. Мне кажется, Некис, вот если он проиграет эту карту, он будет очень доволен. Расстроен. Да, потому что он очень много сделал для своей команды, она не смогла его поддержать, не смогла реализовать большинство, которое он регулярно им давал. Но Добалан, бывает, случается. Вот такие вот рауны тоже наполнены ошибками. Ел, конечно, молодец, постарался на шарте. 10-7 и G2 eSports забирают второй раунд, хотя проиграли первый, что означает, что они выходят на качельки. Counter-Force должен быть сейчас от команды Луминосити Гейминг. Counter-Strike и Counter-Force. Counter-Force. Нормальное название для следующей части, когда у нас Global Offensive закончится. Вот, и глобальное вступление перейдет в глобальное форсирование. То есть мне вальвик писать уже, да? Да, да, ты можешь забрать себе название. Counter-Strike. О, хорошо. Counter-Force, Global... Force. Counter-Global Force, вот. Неплохо, неплохо. А потом Counter-Global Echo, а потом даже до девайсник наберем. Да, 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 да. Counter-Global Device. Господи, суи, все. Не, можно просто, на самом деле, назвать эту игру Astralis против Face. Как тебе такой вариант? Я бы три раза запустил, но ты бы с радостью и больше запустил, возможно. Так, ну что, Luminosity, но Lucas не справляется здесь, на Аплендзе, то и Спортс пойдут. И вот тот самый форсетский с пистолетами. Справится ли? Позиции, возможно, не очень хорошие здесь. Но в ожидании ребят пытаются работать. Вариантов особо никаких нет. При этом смоками их не закидывают, потому что смоков-то тоже особо нет. Один только вот полетел. Бадди что-то сделает? По киллосе сделает? Я не остаюсь последний, не справляется ни тот, ни другой. Один из семь. Знаешь, я вот тут подумал, коллективы, которые сюда приехали, конечно, не очень серьезно некоторые относятся к ивенту, какие-то слишком серьезно относятся, но их уровень не позволяет выйти в финалы. И вот тут вопрос. Вот та команда, которая выиграет этот чемпионат, она вообще что-то от этого получит с точки зрения удовлетворения, понимания того, что они лучшие? Или это будет просто чем-то для них, совершенно отдельным, каким-то эпизодом, знаешь, как многосерийный, там, не знаю, это восьмой сезон Рико и Морти. Это очень сложный вопрос. Я опять же повторюсь, с точки зрения G2, опять же, для них вроде это теоретически должен быть полигон, с точки зрения всех остальных команд, практически всех подряд, это должен быть... Я знаю, как новая, извини, пожалуйста, я знаю, как новая серия должна называться. Это NAC's Goal. NAC's Goal, да. Типа, хорошая NAM не назовут, и... В принципе, можно знать, что это будет, типа, оправдание железобетонных разработчиков, потому что первые же, как обычно, бета и первые версии будут не очень, а потом, типа, они исправят, как они сделали Sky's Goal. Я думаю, что это же будет такой же процесс, да, то есть будет новая игра, которая будет не очень, просто можно назвать ее NAC's Goal. А потом она станет лучше, и можно назвать ее уже там по-другому. Я думаю, что NAC's убивает экзистенс, сменится, разменивает Кенни, и Кеннис убивает Некиса. А вообще, на самом деле, если уж такая петрушка пошла, то можно пойти по стопам разработчиков Linux, например, и назвать следующую часть Counter-Strike как о комителе. Как о чем? Как о комителе. Животное такое. Кеннис и Баззи делают покелу, и Кеннис заканчивает всю эту историю. Luminosity Gaming пока что на половине защиты, если честно, не показывают защиту вообще. То есть этого нет. 20-й раунд уже. 5 раундов прошло. То есть, ну, вот атака-то плохая, но по защите тоже не получается. Это может быть по некоторой одной причине. На самом деле, это причиной, точнее, эту причину я бы обозвал как... Ну, ребят, ну, мы вот плохо в первой половине сыграли, мы расстроились, и вот мы расстраиваемся дальше. То есть, что-то такое. И хаус в головах, и ничего не работает, потому что я не знаю, какие еще могут быть клиенты. В данном случае, именно в данном коллективе, я имею в виду. Кенни, даблкил, хорошо. На апдауне вообще никого не пропустил. Теперь из этого большинства Luminosity нужно сделать победу. И я имею в виду не только победу в этом раунде, но и серию побед, чтобы получить себе хорошую экономику. Потому что на дефенсе это крайне важный момент. Шокс межглавия. Занял, ждет бомбу. Говорит, слушай, Кеннис, притащи, пожалуйста, попраскивают. Я понимаю, что она тяжелая, все дела. Тут на пути к Мошнеке сестрить. Ну, ты его, пожалуйста, убей. И, кстати, о-о-о-о-о, нет-нет-нет, Шокси весь сейчас-таки не прикончил. Здесь Ел, а тот уселся в угол. Бадди, тем временем, разобрался с Лукасом. Стил ответил на Бадди. Хороший шанс для G2, потому что Шокс не читается в месторасположении на КТ-спауне. И Кеннис сейчас прибежит с бомбой. Главное, чтобы Ел подозвал своих товарищей, когда они ему понадобятся. Не получается у ЛГ. Стил пока что. Но вот здесь есть варианты, что этот раунд они все-таки возьмут, ибо находятся, опять же, в большинстве. Я, наверное, вообще-то рассчитывал бы на какую-то борьбу, потому что G2 и спорт бежали реально очень далеко здесь, на чужом пике. Напомню, это все-таки Де Миражек. На Де Мираже у G2 стало немножко получше, да. Есть такой момент. Сзади, 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 сзади Шокс. Ему надо просто пойти в нору и сыграть вместе с Кеннисом. Молик против Кенниса. Кеннис выходит, его убивает. Все, все, Шоксевич, время, время твое. Братюнь, показывать мастер-класс с Counter-Strike. Let's level play! Завершается фиаско. Вообще ничего не сделал из своей позиционки. Ну ладно, одного чувака убил. Да, кстати, поздравляем Кенни в этом вопросе. Но Молик очень сильно порежал на апы, на ковры. Если бы этого Молика не было бы, то выкуривать Кенни СС было бы крайне сложно. И я поздравляю, конечно, молодцы из-под большинства. В самом начале получили его и доиграли до конца бразильцы. Но им нужно брать целую серию сейчас, чтобы хоть как-то было. Да, пока что все именно так. Но восьмерочка. Скромная, скромная и грустная восьмерочка. Посмотрим, какие варианты вообще могут быть дальше для команды Ривности Гейнг. Потому что вот она пауза, кстати говоря. Я бы все-таки ожидал какие-то крутые раунды. Но пока им надо справляться именно с этим эмоциональным состоянием. Потому что типа, как-то вот у нас там счет неприятный. У нас не получается. Мы хаотично разбегаемся. И мы не слушаем друг друга. Надо слушать друг друга и хаотично не разбегаться. АВП будет у Хенни. Два Юмпика, коллаж трофейный и опять же МК четвертую стила. Путь вообще-то долг до сих пор. Очень-очень много гранат. На мидл полетело. Просто гигантское количество. А мидл они пытаются взять. Хенни промахивается. J2 Sports получается взять мидл. Хенни убегает под этот самый смачок. На Эдварда и там пока что в опорную позицию встал. Что может сделать J2 с этим самым мидом? Во-первых, можно через джангл, например, пойти. Потому что на апдауне они Некеза снимают. Вообще, в принципе, они занимают апдаун. Некеза еще снимает более того. Команда Лимности, конечно, встанет 2-2. Как еще здесь им стоять? Можно, конечно, где-то встать, например, 3-1. Но просто так угадывать, это какая-то глупая затея. Отлетает Бадди от Хенни. Было сделано под Б. И, возможно, это заставит J2 пойти на А. Но там на единице налево вообще-то их уже ждут. Да, правда, не в планте, но прям в полупрофитных, скажем так, позициях. То есть на выход под оппонента, которого, кстати, там не будет. И, может быть, эта пара пойдет еще и дальше. Экзистанс. Выходит на шорт. Флэшки полетели. Хенни. В глубине неба планта. И, конечно же, французы должны сконцентрировать сейчас максимум своего внимания на то, чтобы прочитать все углы. Просчитано было нормально. Но стил, стил. О, кстати, Шаксевич. Да, Шаксевич ошибается здесь. О, как хорошо. Нет, как плохо от стила. Я имею в виду, камон, серьезно. Да, это была серьезная. И Шакс на развороте еще. Причем, только вдумайся, насколько круто было бы стил сейчас играть на апах. То есть, бомба стоит, у тебя тиммейты находятся на маркете, условно, на шорте. Играешь вместе с ними в кроссфайр. Противник внизу. На планете B. С поставленной бомбой ты просто идешь и вырубаешь чуваков. D. Такое. Бомба поставлена. 13-й раунд. Здесь только сейвить юмпы. Нет вариантов больше. Просто физически нет вариантов больше. Извините. Но нет, не получится. Не заработает. Сложно. Можно... Пусть все, что Сеня не уважает зрителя. Сеня не уважает зрителя. Подожди. Этой шутке, по-моему, уже 38 лет. Ну, Сеня не уважает зрителя. Я вот на самом деле не думал об этом никогда. Но так и есть. Выкуливает Na'Vi. Да. С Машкой. Там еще и собака Машка такая. Овчарка. Прикольная. У меня когда-то была овчарка в детстве. Да? Сильная? Да. Крутой овчарк был. Овчарк? Овчарк, да. Лучшая собака на свете. Четверочку из СОС тоже была овчарка. И четверочку из СМОПСик. А мы отправляемся дальше смотреть эту драку. Потому что наклевывает поражение для Луминосити. И, соответственно, третья карта вполне реалистична. ЕЛ в упоре. Одного, второго. Нет, второго не получается. И быстрый заход на Аплент. ОДЖИТУ. Темп, на самом деле, быстрый. Французы пока на атаке развивали мало. Сейчас, видите, решили разнообразнее сыграть. Что аукнулось для них победой, скорее всего, в этом раунде. Если смогут просто удержаться. Потому что гранат очень много. Потрачено было крайне мало в самом начале этого захода. И Луминосити окопались в стил. Враг есть. Кеннис. Ответ нормальный. Внутри планта находится Смитс. И только Хенни остался в живых у Луминосити. На стерс находится. Вариантов что-то сделать довольно мало. С учетом позиции оппонентов. То есть, строго говоря, это должен был быть типа хэдшот. То есть, пум-пум. И вот как-то дальше. Да, там уже думать. Дефьюзить бомбу. И то, если бы успел. Ну, если бы, как я сказал, да, пум-пум, то, наверное, бы успел. Но Теги Смитс как раз делает пум-пум. По голове Хенни. Это еще один навык команды G2. 14-й в итоге. Не получается. День, кстати, не будет. 15-й, скорее всего. Либо Форс Бай от команды Луминосити. Потому что они не хотят отдавать 15-й команде G2. Либо у них будет одна ошибка. Я вижу, что уже что-то закупать. Значит, Форс Бай окей. Все будет именно так. Короче говоря, на защите, однако, не вышло. То есть, почему-то все наоборот. Вот при этом Луминосити как была отвратительная атака, так и осталась на Домираже. Чтобы ничего не поменялось. Ну, на Куража взяли там первые 5 раундов. Но при этом была неплохая защита. Но при этом здесь они ее не показали. Вот это отдельный вопрос. А почему? Потому что, да, было именно так. И никак иначе. И почему здесь пошло не так? То есть, вот эти устали, что ли? Что-то там не кормили их, не докормили. Где вообще сэндвичи? Непонятно. То есть, могли бы выходить, например, со счетом 2-0. Причем вполне. Таким же образом. На Дасте они выиграли карту. Да, с трудом, но да, как бы слабую половину G2, например, они просто обыграли. Но здесь, возможно, вопрос к G2, то что на Миражеке они стали играть немножко получше. Экзистанс взрывает Хенни от Бадди и Мрайт стил. Некис, Лукас, Ел остаются втроем. Сейчас G2 спокойно в 4 лица, наверное, пересоберутся. Соберут информацию, ебы минуты у них, времени еще есть. Пойдут на какой-нибудь самый из ослабленнейших вообще плантов в этом мире. Поставят бомбы и будет у них все хорошо. Я верю. То, что мы посмотрим 16-8 и третью карту. Что там? Да, Инферно. Инферно будет, да. О, Магэ. О, Магэ. Ну, в общем и целом, как вы видите, Люминости отдали ряд ключевых раундов. Из-за этого ряд ключевой экономики у них просел. Первую половину они могли, опять же, забрать побольше. В ситуации в клатчах у них были определенные неплохие шансы. Даже больше, чем у их противников. Но все завершилось победой сильнейшего. А именно G2. G2 вообще, в принципе, является самым главным фаворитом в этом чемпионате. И совершенно непонятно, как команда, которая является фаворитом на DreamHack, Open, Valencia, может, в принципе, проиграть хотя бы одну карту Люминости. Напомню, что они проиграли уже две, на самом деле, карты. Вчера они проиграли до Инферно. И сегодня вот борются в сетке за выход из группы. LG или G2 будут завтра играть в полуфинале. Напомню, у нас две Best of 3 серии будут полуфиналов. И финал Best of 3 серия после них. Так что, друзья, настраивайте свои приемчики в 11 часов дня по московскому времени. И наслаждайтесь второэшелонным контрстрайком. Возможно, последний раунд для команды LG. Ибо пистолеты у них есть больше ничего, если честно. Нету Кеннис. Полетели гранатчики на окно. Ну что, эта пара не выйдет из шарта. И мы, значит, решили не идти с мок и просто не умирать. Порой ты просто хочешь держать за руку, понимаешь, и не расставаться. А вы хотите замокать, а значит, что есть шанс, что вас разделять, что вы куда-то отлетите, что на этом ваш раунд закончится. На этом вообще борьба закончилась. То есть мы видим, что ременности где-то в какой-то момент застряли в этой борьбе. Не видели новых идей, не видели новых маневров от них. Но вообще, в принципе, макроигра бразильцев оставляет желать лучшего. То есть стрельба очень хороша, но индивидуальный скилл хорош. В принципе, принятие решений отдельно взятых игроков тоже замечательное. Но именно вместе играть не получается. И придумывать что-то и предлагать противнику тоже не выходит. Люменности гейминг. Поэтому вторую карту мы все-таки понаблюдаем с вами... Третью карту мы все-таки понаблюдаем с вами совсем-совсем скоро. И французы здесь уже будут в приподнятом состоянии. Мы помним, с чего это начиналось. 5-0, тотальное растерзание, никаких шансов. Но вот оно приехало к нам. Кстати, пистолетку обе на первой карте и обе на второй карте забирали себе LG, если я не ошибаюсь. Были такие пистолетки. И как раз, по-моему, из-за Nekis. Из-за Nekis в основном. Товарищ старается. А я помню, был такой момент. Это было очень давно. Возможно, многие забыли, но до сих пор вспоминается. Иногда, когда Nekis был какой-то D-Train на EPL, по-моему, и не помню, уже против кого LG играли. И Nekis такой, сейчас мы тут вас всех порвем. Прямо в твиттере написал вот так вот. И он там отлетал что-то 3 на 19 или 0 на 19. Ну, в смысле, то есть ничего не получилось сделать у человека. А сейчас вот настолько он поднялся. То есть, в смысле, вот от того уровня и вот этого вот... Ну, может быть, это на самом деле на один ивент мы никогда не знаем. А может быть, да. Фейковая форма, всегда такая тема существует.